Всем привет! Это Любовь Соболь. В субботу, 3 августа, москвичи вновь вышли на улицу. Люди разных политических взглядов вместе вышли на улицу, потому что хотели показать – они существуют, и они требуют уважать их права, и в частности, права на настоящие выборы. Власти ответили на это Росгвардии в полной амуниции, жесткими задержаниями и избиениями мирно гуляющих людей. Ура и жажда, по тебе, на Волкурский север! Дай, давай, не хватит! Мне не хватает! Всего было задержано более тысячи человек. В числе задержанных оказались даже член Совета по правам человека Игорь Каляпин и известный актер Александр Паль. Причем Паль рассказал, что его отпустили по звонку из администрации президента. Но это же чистый абсурд. Кто-то из администрации президента звонит в ОВД, чтобы известного актера выпустили. А неизвестных и не актеров можно бить и просто так задерживать получается. В понедельник арестовали еще трех человек по делу о так называемых массовых беспорядках 27 июля. Многочисленные юристы и журналисты говорят, что беспорядков не было. Но судим, кажется, плевать. Людей отправляют в СИЗО с обвинениями, вроде делал жесты на право. И это не чья-то злая шутка. Это происходит прямо сейчас. 21-летнего студента Высшей школы экономики Егора Жукова посадили в СИЗО. А в деле у него видеозапись, согласно которой лица делают жесты на право. А ведь есть еще дело о воспрепятствовании работе избиркомов и дело против сотрудников фонда борьбы с коррупцией, об отмывании миллиарда. Кажется, что это чистое безумие или сюжет какой-то антиутопии. Но это происходит прямо сейчас, в Москве, которая, как нам рассказывали, так похорошела при Сергея Семеновиче Собянине. Катализатором протестов стали выборы в Московскую городскую думу. Я в них участвовала, и для регистрации на них мой штаб месяц с утра до вечера собирал подписи, и мы их собрали. А меня, как и других независимых кандидатов, демонстративно не зарегистрировали. Вот единоросса Метельского, про которого даже журналистка Екатерина Винокурова с Russia Today говорит, что не видела его сбора подписей, зарегистрировали. А независимых кандидатов, реально собиравших подписи, нет. Когда подписи реальных людей, собранных мою поддержку, признавали недействительными, я смотрела и понимала, что из вариантов противостоять этому у меня осталась только голодовка. Мы дожили до того, что над фразой «идите в суд» смеются даже во власти. Также люди на акции смотрели, как избивают лежащих на земле людей, и тоже понимали, что за справедливостью им некуда идти. Журналисты Ивану Голунову подбросили наркотики, и из вариантов, что делать, у его друзей остались только какие-то тайные переговоры. И на суд они даже не надеялись. Мы должны выступить против этого безумия. Общество должно сказать власти, что так просто нельзя. Они говорят через федеральные каналы, что это все против каких-то провокаторов. Но на самом деле они бьют свой народ. Люди, которые вышли 27 июля и выйдут еще, это москвичи, россияне, народ. Они идут, где-то боятся, но идут на улицу, потому что не хотят мириться с беззаконием и бесправием. Я призываю прийти на митинг на Сахарова в эту субботу всех. И тех, кто поддерживает нас, независимых кандидатов на выборах в Московскую городскую думу. И тех, кто не поддерживает. И тех, кто за Навального. И тех, кто считает, что он все делает не так. Тех, кто за либералов. И тех, кто за коммунистов. Всех. Всех, кто против того беспредела, беззакония и безумия, которое власть устраивает против своих граждан. 10 августа в 14.00, проспект Сахарова. Против безумия и бесправия. За наше право иметь голос и настоящие выборы. Важно просто быть там. Приходите. Продолжение следует...